Всем привет, на канале Gensauros World, и сегодня я бы хотел рассказать вам о злодейке Мираж из мультсериала Аладдин. Итак, погнали. Мираж — это злобная, богоподобная женщина-кошка. Она также является самой могущественной, опасной злодейкой вселенной Аладдина. В Википедии, конечно, обидно, что самая могущественная — это Мазенрат, но они согласны этим утверждением, и позже объясню почему. Мираж — это чистая злобная, в отличие от многих других подобных злодеев, но не просто хочет творить зло ради удовольствия. Хотя и не без этого. Нет, её задача, в первую очередь, победить в идеологической войне добра против зла. Где она стоит на стороне зла и является его главной движущей силой — делисотворением. Она хочет осторонить зло, страх, отчаянно и другой негатив по миру, уничтожить символы добра вроде героя, а также положительные эмоции и чувства. Она также хочет заставить добро присмыкаться перед злом. Тогда она неформально получит власть над миром и победит. Но гласить, это учитывается поинтереснее, чем просто творить зла ради удовольствия или мотивация в духе просто уничтожить мир. Но она не всегда была такой. Мираж была то ли напарницей, то ли ученицей Фазира. Кругому могущественно существовав служащего добру. У многих источниках даже говорится, что у них были любовные отношения. Но потом она почему-то отвернулась от Фазира. Возможно, она разочаровалась в добре и решила сменить сторону силы. А двойное, что-то соблоднило перейти на путь зла. А возможно, она разочаровалась в фазире, после чего ушла от него на тёмную сторону. Правда, непонятно, как решать о внешности у неё была всегда или появилась после перехода на путь зла. Но не в этом суть. С тех пор Мираж стал успешно относить зло и страх по всему миру. Однажды она встретилась с героем Аладдином. Мираж пыталась напугать его и уничтожить, но не получила. С тех пор Аладдин стал её злейшим врагом. Теперь появился шанс войдить в Мираж и вернуть её на путь добра, но мы этого, к сожалению, уже не увидим. Если говорить про её внешний вид в двух словах, то она выглядит как женщина-кошка в египетском наряде. Её облик, скорее всего, был вдохновлён рыбе египетской богини Баст. Свет шерсти и кожи серо-коричневой. Мираж есть тёмные волосы. Она носит египетский золотой головной вор. Одежда на тени разделена на две части так, что живот остается открытым. Одежда красная с жёлтыми или золотыми элементами. Носит обувь. На плечах надеты золотые кольца. Глаза зелёный и забавно, что для владельки на веках имеется макияж. Без магии тоже зелёный. Выглядит она интересно, запоминающийся достаточно устрашающе. Так же, как по мне, такой внешний из хорошей передает студии этого персонажа. Ну а что думаете вы? Ребят, давайте поговорим о силах и способностях Мираж. Она обладает магией, причём ей не нужен никакой артефакт для этого. Если же говорить подробно о магии и силах, то она владеет. Полётом, телепортацией, шостромственными путешествиями, гламуром, изменением формы, возвращением в кого угодно, способно видеть и говорить там, где её физически нет. Создавать иллюзии, как оседаемые, так и неоседаемые. Можете формировать и манипулировать реальностью. Контролирует тень, управляет старством теней Морби. Пособно вызывать кошмары устащих, используя доклинания зелья. Использует несколько магических ата. В Даркоктене зелёные энергетические лучи, зелёные молнии, огромное множество зелёных и чёрных молний вокруг неё. Она также имеет достаточно большую физическую силу, пусть этим она особо не пользуется, и это не сильно видно. Мираж также владеет фактическим бессмертием, или пока не мере, на это намекает фраза о том, что у неё есть вечность на том, чтобы научить Алладина бояться. У меня в запасе вечность, чтобы научить тебя бояться! У неё также имеются слуги, а именно огненные кошки или котивы. Добавка всему, у неё есть большой злодейский опыт, и множество знаний о тёмных существах и дневных. В всяких артефактах, в целом, много знаний о том, что есть и где находится на земле, чем она успешно пользуется. В общем, Мираж владеет огромной силой, и она является одним из наиболее могущественных персонажей, которых я только видел, пока не мере мультфильмов, фильмах и других проектов на экранах. Теперь давайте поговорим о том, о чём я считаю, что именно Мираж является сильнейшей, опаснейшей владелькой вселенной Аладдин, а не Мазанрат. Во-первых, цель Мазанрата — это власть над всеми пустынями и, возможно, над Виром, а также получение могущества. А цель Мираж — это победа зла, борьба с добром по всей планете. Лично я считаю, что цель Мираж куда страшнее и масштабнее, нежели цель Мазанрата. Во-вторых, Мираж обладает большей магической силой и способностями, чем молодой колдун. Мираж также сама владеет магией, возвращаясь от всяких артефактов, во время как Мазанрату приходится использовать перчатку, чтобы владеть магией. Многие демонические кошки также более страшные и опасные, нежели армии разваливающихся дамбаков. Колония также обладает большим владельским опытом и знанием всяких артефактов к существа, нежели владыка черных песков. Её планы также более опасные и разнообразные. Также стоит отметить, что ей, по сути, не надо самой что-либо делать или при помощи слов, ведь любой владей является её пусть и не прямой, но косвенной пешкой. Мираж больше вообще не надеет учиться, а не Мираж, но он в любом случае стоит на стороне тьмы и разносит её. Если какой-нибудь Мазанрат или механику захватят мир, то они ничего хорошего не делают, а лишь наоборот, распространят зло или даже приведут зло и Мираж к полноценной победе. Это также заказ для превосходства над другими злодеями. Поэтому я считаю, что звание самого могущественного и опасного злодея вселенной Аладдин нужно получить Мираж, а не Мазанрат. Ну а теперь у тех людей, которые считают, что Мазанрат больше заслуживает этого звания, тоже можно понять. Всё-таки он тоже очень телено и опасен, а также он появлялся в куда большем количестве серий. У него их было десяток точно, а то и два, в то время как у Мираж серии было только шей. Елис и Мираж также, по моему мнению, раскрыли потенциал не на полную, в то время как те листы с Возвратом показали его потенциал более чем. Я уверен, что эта владейка способна на большее. Возврат также имеет полноценное окончание своей истории, пока Мираж её будто бы оборвали. Ну а теперь уходим от сравнения и возвращаемся к разбору Мираж. Теперь давайте поговорим о её характере. Итак, понятно, что она чистое зло и ненавидит добро и героев. Нас интересуют подробности её характера. Мираж жестокая, садистично, разрушительно, саркастична. Она наслаждается лодеяниями, разрушениями, отчаянием, страхом, бессилием и для неё важнее не убийство своего врага, а как раз её бессилие, отчаяние, страх или, одним словом, моральная смерть. Именно поэтому она так сильно ненавидит всё, что может дать надежду, а также любовь и положительные чувства. Мираж очень умна, хитрая и манипулятивна. Она хорошо умеет оказывать психологическое давление. Она также любит прямое столкновение, превращаясь на действительность под тяжком при помощи слух, магии и всяких планов. Она всегда рано или поздно себя раскрывает, так как очень любит позлорадствовать. Как и любая кошка, она очень азартная и всегда любит поиграть со своими жертвами. Яркий, например, слушает две первые серии, где она появлялась. Мираж также очень цели устремлённый и будет идти к победе до конца! Теперь осудимые злодеяния. Сразу хочу отметить, что несмотря на все её силы и могущество, главным оружием Мираж является хитрость, манипуляция, обман и иллюзия. Так что она не зря носит именно такое имя. Теперь о злодеяниях, которые были показаны в сериале. Мираж велел жить в деревню, всячески фугал идиот над Джейном, Аладдином и их друзьями, построил облиц к тени смерти, которая должна была уничтожить Агрову или, как минимум, её дворец, обманул Аладдина и его друзей Миражом Агровы, топила корабль, и также привлекла хаоса к посещению Агровы, где он устроил раздор, похищала детей и привлекала их к тому, чтобы стать эрикотипами, обманом превратилась в Джасмин в Мию, уничтожила дерево, способный уничтожить Джасмин, усыпила Агрову при помощи волшебной шкатулки, мучила их жителей кошмарами, неоднократно пыталась убить Аладдина, это только то, что было в сериале. Представьте себе, что она вытворяла за кадром, как до встречи с Аладдином, так и после событий сериала. Кстати, несмотря на то, что Энварж неоднократно пыталась убить Аладдина, это не является её первой целью. Ей будет куда важнее насладиться отчаянием и бессилием живого Аладдина, чем убить его, но она всегда готова это делать, если это является частью плана, или если это понадобится для того, чтобы не проиграть. Например, в серии про Тень Смерти она не собиралась убивать Аладдина, но в конце серии, когда Аладдин был блин к победе, Мираж попыталась его убить для того, чтобы он не остановил Тень. Ну а теперь поговорим о её отношении к другими персонажами. Начнём с Аладдина. Она ненавидит его, несмотря на это, испытывает к нему уважение и перед на этого заслуги. Если говорить про Джинни, то она его так же ненавидит, но он ещё сильно раздражает и утовляет Мираж своими выходками, шутками и магией. В отличие от Аладдина, Джинна, злодейка не уважает и не признает его заслуги, хотя он вносит весь побольшой вклад в победы на дни. Так же стоит вспоминуть о Фазире. Когда-то они были вместе, причём возбуждали волную смысл, но сейчас она его так же сильно ненавидит, и он также является одним из главнейших врагов, Мираж. Он также раздражает её своими нравоучениями, и они, как мне кажется, нередко сплавят о противостоянии добра и зла. Другие же персонажи Мираж нет никаких особых отношений, но несколько лет для них серый Мастер, особенно на фоне Фазира и Аладдина и Джинна. Ну а на этом мой рассказ Миража заканчивается. Хотел бы увидеть ещё серию с ней, где-то 6-10, а также увидеть полноценное качание её истории на той ноте, о которой говорил Фазир в серии в глазах смотрящего. Но однажды... Любовь победит и в твоём жестоком сердце, и ты вернёшься ко мне. И хотел бы увидеть также пару серий с уже добрым Мираж. Но, увы, не судьба. Ну а что вы думаете о Мираж? Нравится ли вам этот злодейк или нет? Напишите в комментариях. Ну а у меня сегодня всё. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на видео в плейлисты, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok